Турбина открыла новый спидвейный сезон, как и положено чемпиону, с победой. 13 мая прошла первая гонка с командой «Башкирия». За гостей выступали опытные спортсмены – Денис Гизатуллин, Марат Гитиятов, Семен Власов. Они и приносили основные очки команде. Денис Гизатуллин, кстати, в этой гонке выходил на трек и в качестве джокера, которого каждая команда может использовать один раз, если проигрывает 8 и более очков. Капитан гостей практически в каждом заезде становился первым и принес команде 19 баллов. Мы едем на выезд, понятно, что местная команда сильная, домашняя, больше тренировалась, и поэтому преимущество огромное. Поэтому нам что, нам просто ехать вперед и все. Гонщики «Башкирии» удивили в этот день и хозяев трека, и зрителей на трибунах. Многие были уверены – победа балаковцам достанется легко. Но уже к третьему заезду стало понятно – просто не будет. Разница в счете на табло на протяжении всей гонки был минимальной, и после каждого финиша напряжение возрастало. Вдруг в следующем заезде счет изменится в пользу гостей. Нельзя недооценивать соперника, каждый может выиграть. У нас у всех колес круглые, моторы почти одинаковые. Поэтому ребята с Октябрьска большие молодцы. Им большое спасибо за то, что боролись и показали супер езду. Нам было тяжело, поэтому нам есть над чем работать. Ну и надеюсь, что болельщикам понравилась эта гонка. И если бы она была, как говорится, в каждый заезд мы выиграли, то она бы не была интересная. А тут как бы все равно очень много было эмоций, переживаний. Но у нас получилось, и мы выиграли. Андрей Кудряшов в этом сезоне вернулся в родную команду и добыл в первой гонке 15 очков. Всего на одно меньше, чем лидер Владимир Бородуллин. Сегодня, когда мы шли перед гонкой с ребятами по треку, то я всем сказал, что я не чувствую пятилетнего перерыва, что я здесь не выступал. Я вернулся домой и безумно счастлив. Доставил беспокойство болельщикам и гонщикам заключительный заезд. Денис Гизатуллин непрестанно атаковал оборонявшегося Владимира Бородулина, но безрезультатно. А на последнем вираже юниор Башкирии Никита Зубарев сбил непропускавшего его Илью Чалова. К месту происшествия бросились болельщики, а на дорожку вылетели две кареты скорой помощи. К счастью, после этого страшнейшего падения оба гонщика подвекования трибун встали на ноги. Гонка завершена, победа со счетом 51-42 за турбиной. Зрители довольны. Я на спидвее был, когда мне было, сейчас скажу точно, крайний раз 14 лет. Представляете, какая у меня эйфория. Я просто восторг в дико. Настроение праздничное, я вижу, как люди радуются. Это очень классно, что у нас есть такой спорт. Впереди у турбины в Балакове еще восемь гонок в этом сезоне, включая юниорские. Ближайшее 19 мая. Наши ребята встретятся с командой из Владивостока. Готовиться к этому важному событию, как и к сезону в целом, нашему клубу помогает компания «Фосагра», которая уже много лет поддерживает команду. Я надеюсь, что на этом подъеме ребята в этом году будут ездить не хуже, а намного лучше. Гонщики и химики стали за годы сотрудничества настоящей семьей. И предыдущий год показал, добиться золота командного чемпионата России можно даже в сложных условиях пандемии. Этот сезон легким точно не будет. Кубок победителей жаждет забрать себе каждая команда. А турбина, безусловно, желает его удержать.